Талантливый человек талантлив во всём. Так можно сказать о вчерашнем выпускнике лицея номер один имени Александра Сергеевича Пушкина Андрея Кацевича. Молодой человек – победитель различных предметных олимпиад. В его копилке порядка 50 заслуженных дипломов. И это неудивительно. На протяжении школьных лет Андрей трудился и верил, что время, проведённое за учебниками, не пройдёт даром, а знания и навыки, полученные во время занятий, обязательно будут оценены. Подтверждение всему вышеперечисленному – бронзовая медаль, как итог за участие в Международной Олимпиаде по физике. «Физика – это самая красивая наука в мире. Я так считаю, потому что, когда сидишь и решаешь олимпиадные задачи, видишь всю эту красоту, видишь то, как совершенно различные разделы физики, в принципе, взаимосвязаны между собой, сразу появляются тяга к физике. А в современном мире я считаю, что и физика, и математика – это две науки, которые очень востребованы. На Международную Олимпиаду я ехал уже спокойно. В принципе, ну, конечно, я надеялся, что могу взять какую-то награду, но не был уверен, потому что Международные Олимпиады, они каждый год разные, бывают легче, задания бывают сложнее. Может, какие-то задания больше подходят ко мне, какие-то нет. Поэтому я ехал с надеждой, что всё-таки какую-то награду смогу привезти, привезти её для своей со стороны. Усидчиватель, устремлённый, серьёзный, любознательный. Молодой человек медленно, но верно идёт к поставленным целям, несмотря ни на какие преграды. Мама отмечает, её сын – самый настоящий работяга. С самого раннего детства любил учиться, заниматься, его интересовало всё. Он очень любознательный у меня всегда был. Ну, точные науки ему всегда давались хорошо, наверное, по стороне отца, наш папа инженера. И он, как бы всегда, у него были хорошие оценки, в общем, по всем предметам. Он занимается постоянно. Его не надо, как бы, заставлять что-то. Он всегда учится, он всегда слушает какие-то лекции, он смотрит познавательные программы. Он развивается всесторонне. Неординарные педагоги, неординарные учащиеся всегда находят друг друга. Тандем учителя физики выше. Категории Михаила Макоеда и Андрея Кацевича уже дал высокий результат. Здесь ясно одно – занятия мимо не прошли. Преподавателю удалось раскрыть весь потенциал одарённого мальчика. Готовились ребята активно. Это не один год работы, это три года усердной работы, потому как ещё с девятого класса состоялась их встреча с Михаилом Михайловичем. Здесь мы постарались сделать так, чтобы у ребят были все возможности готовиться к Олимпиадам. То есть у них и свободное посещение, методические дни, помощь со стороны любой, какая только нужна. В данном случае, когда педагог может работать самостоятельно, не привлекая педагогов высшей школы, мы, конечно, старались найти для них базу, старались найти оборудование, которое необходимо им для опытов. Хотя в то же время нужно отметить, что Михаил Михайлович – незаурядный педагог, который способен сам сделать это оборудование из всего, что есть под рукой. От успеха учителя к успеху ученика. Сегодня в руках молодого человека всё те же книги. Однако, несмотря на то, что в ближайшем времени парень уедет получать высшее образование, он нашёл время вернуться в родной лицей, чтобы провести занятия и поделиться опытом с другими учащимися. Идея пришла к моему учению Михайловичу Макояду. Он такую практику уже использует впервые. Он очень давно уже привлекает своих более старших олимпиадников к обучению младшего поколения, к передаче опыта, потому что мы были на олимпиадах, мы знаем, что такое, мы можем поделиться некоторым опытом, чтобы тем, кому предстоит только участвовать в олимпиадах, было легче. У него огромный опыт, которым он может спокойно поделиться на этих занятиях, а также рассказать какие-нибудь вещи, которые он сам как-то, не знаю, которых нигде не найти. Только от него это можно получить. Он рассказывает не совсем школьные вещи, а некоторые вещи с третьего курса, допустим, или с второго курса, которые вообще в школьной физике никак не затрагиваются. И обычные школьники вообще не поймёт. Планы у Андрея Котевича грандиозные. Он мечтает стать физиком-теоретиком. Пусть мечты сбудутся, и имя будущего брестского учёного прозвучит на весь мир. Везде всегда Андрюша на первом плане. То есть это достаточно активный ребёнок. Не только берёт интеллектом, но и своей харизмой какой-то. Посмотришь, вроде бы маленький, щупленький, а на самом деле очень много у него внутри безграничный талантлив ребёнок. Ребёнок талантлив во всём.